Ну-ка, кто это тут у нас? Оу, еа! Вот это котя. Он не хочет внутри сидеть, поэтому мы его пустили немножечко. Но вернёмся, разумеется, к Тойоте Ярис. План такой, поменять вот эту форсунку на форсунку от ленд-крузера. А зачем же это делать? Сейчас я покажу, как работает эта форсунка, и вы всё поймёте. И вот такой вот грустной струйкой вытекает отсюда омывашка, а потом размазывается щёткой. Для того, чтобы до неё добраться, нам придётся снять вот этот стоп-фонарь. Заодно заменим его на короловский, потому что светит круче. Здесь всё просто, два плюсика открутить, и всё. И оп! Опа! Фонарик. А вот новый фонарик от коровы. С Евроавто, естественно. Как видим, не отличаются креплениями. Ну и всё. Но эти крепления нам не нужны. Откручиваем их. Нафиг. Форсунку остаётся просто отщёлкнуть. Вот ты какая! Итого. Вот старая форсунка. Вот новая. Повёрнут на бок у неё этот штуцер, чтобы компенсировать нехватку. Нам понадобятся ещё чуть-чуть трубочки. И вот такой вот двойной малыш. Так. Вуаля! Другой конец. Вставляем в оригинальный шланг. Отрезаем сколько нам нужно. И надеваем на форсунку. Запихнём малыша. Всё. Стало, как влитая. Режем кусочек шланчика. Та-дам! Самая жёсткая, жёсткая часть – это натянуть шланчик через вот это вот отверстие, куда пролезает всё три пальца, на форсунку. Но ничего, сейчас мы с этим справимся. Ну что, теперь остаётся попробовать. Чук. Вот да, детка. Кажется, стало хорошо. Ну что, собираем фонарик в обратной последовательности. Посмотрим, как он горит. Последний момент заметил, что обломал крепления не специально. Они просто высохли и сломались. Придётся что-то придумывать. Но горит он круче, это точно.